О вреде наркотиков, о том, что бывает с теми, кто в очередной дозе видит смысл всей своей жизни. О том, как употребляя препараты, наркоманы гниют заживо, но все-таки не могут остановиться. Обо всем этом сказано многое, но, как говорится, лучше один раз увидеть. На кадрах оперативной съемки наркоман со стажем. Ему 52 года. Употреблять стал несколько лет назад. Сначала курил, нюхал и глотал. Потом отсидел срок в тюрьме за хранение и сбыт. Вышел и уже четвертый месяц колется дизаморфином. Инъекции делал в паховую область. В этом месте начался процесс гниения. После несколько раз вводил дозу в ноги. Вот как они выглядят после этого. А вот кадры задержания наркоманов в поселке Тарки. Арендованный дом превратили в притон. Отнюдь не молодые парни. Приготовили отраву, но не успели уколоться. Я позвал гостя. Ага. Чтобы что сделать? Угостить дизаморфином. С виду обычная стройка, а в одной из комнат наркопритон. Здесь же варили и употребляли. Обратите внимание на поведение мужчины в белом спортивном костюме. Оно неадекватное. Сегодня потребляли? Правду говорите? Сегодня потребляли наркотики? Да, видно же просто. Можно, наверное, экспертизу поедете проверить? Конечно, поедете. Вы сегодня потребляли наркотики? Вопрос. Изготавливали? Нет, я не готовлю. Наркотики потребляете? Потребил. Сегодня? Да. Дизаморфин – самый страшный наркотик. Убивает человека в течение года. Причем по частям. Врачи ампутируют ноги, руки, колющимся. В зависимости от того, куда вводили смертельную отраву. Эта жидкость разлагает человеческую плоть. Гангрены, конечности, да, наступает, и такое, что приходится и ампутирует конечности. Вплоть до бедра, голени, и стопу. Потому что они вводят там, где есть вена, туда и вводят. Стараются руки сохранить, потому что их, видно, проверяют, когда на постах, или, значит, на контроль со стороны правоохранительных органов. Показывают, что руки чистые, а вот вводят в конечности. И такая хитрость у них. Делают дизаморфин из серы, бензина и сильнодействующих лекарств. Продажу кадеиносодержащих препаратов регламентирует закон. Но, как говорят в наркоконтроле, дагестанские аптекари у покупателей рецептоврачей не требуют. Если в нашем городе, в Махачкале, всего две аптеки государственные, то около 400 – это частные аптеки. И возле каждой аптеки полицейского поставить, чтобы следить за этим делом, невозможно. Дизаморфин называют наркотиком для бедных. Он дешевый и убийственный. Люди гниют заживо. Раствор сжигает вены, разлагает ткани организма. Но эти факты наркоманов не останавливают по статистике. За последние два года в Дагестане от дизаморфина погибло несколько сотен человек. Мурат Магомедов, Селим Таджибов и Заур Магомедов. Время новостей.